Итак, мы начинаем наш сатсанг. Вопросы, ответы. Только, пожалуйста, погромче задавайте вопросы. Стоит вопрос по поводу отношений, которые возникают в семье между матерью и им, и он очень устал от этих отношений. Почему происходит? Таким образом? Он спрашивает. У него есть отношения с тем же человеком. То есть человек приходит и приходит. То есть та же игра происходит. Те же отношения. И он устал от этого. И как выйти из этого положения? Отношения – это означает, с кем бы вы их ни имели, все отношения между людьми – это ваша карма. С кем у вас есть карма, с тем вы должны будете быть. С кем-то вы очень будете немного, с кем-то один день, с кем-то несколько дней, с кем-то несколько недель, с кем-то очень-очень долго. Это зависит от того, с кем у вас большая карма. И вы вынуждены быть с ними. Они приходят, потом они могут уйти, потом вернутся опять к вам. Эта история происходит таким образом, пока ваша карма не закончится. У нас очень много людей вокруг нас, связей, родственников и так далее. Самый последний карма, когда заканчивается, это с родителями. Потому что это тело дано вам родителями. В основном матерью. Большей частью матерью. Она будет последней. Все постепенно отойдут от вас. Только вы делаете медитацию, ваше очищение происходит. Как вы создаете карму, как вы создаете отношения, вы имеете отношения с кем-то, ну, друг с другом. Когда вы открыты к кому-то, встречаете кого-то, открываетесь к нему. Начинаете, например, жить вместе, что-то происходит между вами. И тогда этот человек входит как бы к вам во внутрь, внутрь вашего тела. И все отношения, как бы, они находятся внутри вашего тела, спрятаны внутри вашего тела. Ваши друзья, ваши родители, дети, с кем ваша энергия, кому энергия ваша была направлена. И они как бы как бы сидят внутри вас. И с кем-то, соответственно, у вас были более длительные отношения. Например, муж, жена. Вы жили вместе. Вы как бы брали друг от друга энергию. С кем у вас больше связей? Например, ваш любовник, или ваша мать, или ваш отец. Вы, соответственно, ваше тело становится таким же, как этот человек. Вы начать идти, как он, говорить, как он. Вы как бы становитесь единым в целом. Если вы открыты к любви, вы будете одним, единым. Когда вы в любви, то очень хорошо. Они прям проходят у вас. И вы как бы не сможете их очистить, вычистить их. Очищение означает, когда вы одиноки, когда вы одни, то полностью одни. Путь медитации, как бы это путь в освобождении, путь в одиночестве. Тотально быть одним. Сначала нужно их очистить, как бы, из себя. Медитация – это процесс очищения. Процесс очищения от тех, с кем у вас были какие-то связи. Когда вы открыты, у вас были отношения, у вас есть привязанности. Эта энергия этих людей идет вовнутрь вас. Вы оба как бы двигаетесь внутри. Это не свобода. Потому что внутри у вас тут есть. Закрываете глаза, вы сидите. Идет медитация. Например, здесь. Но вдруг вы вспоминаете кого-то. Например, вашу жену, ваших детей. Всех-всех, с кем у вас есть какие-то отношения. И когда они все приходят к вам, когда вы в медитации, неожиданно в медитации, например, в медитации вы можете уйти на 15 лет назад, в прошлое. У вас было, допустим, что-то с кем-то. Какие-то, в основном, там, допустим, негативные вещи. Например, кто-то с вами там сражался, боролся, кто-то обидел вас, кто-то ударил вас, кто-то сделал плохое что-то с вами. Эти истории вдруг начинают приходить к вам на ум опять. Почему это происходит? Потому что 15 лет назад что-то произошло, и эта энергия осталась у вас. Кого-то вы видите. Встречаете его. То есть какое-то пространство, вы идете внутрь его, он идет внутри вас. И когда вы сидите в медитации, все эти воспоминания начинают приходить к вам. Это значит, что 15 лет назад вы, значит, как бы послали свою энергию 15 лет назад куда-то вот к этим людям, к этим ситуациям. То есть, в основном, конечно, всю жизнь мы как бы выбрасываем энергию наружу. Не во внутрь идем, а в основном наружу работаем. Бессознательно. Бессознательно как бы выбрасываем энергию. Это как бы темнота. У нас есть свет у всех, да? Мы пришли со светом. Но постепенно свет начинает уходить, уходить наружу. Как бы идти бессознательно. И где вы неосознанны, Когда вы находитесь в медитации, то свет начинает как бы тянуть вас, тянуть вас вверх. Сначала нужно вам как бы очистить вот эту нынешнюю жизнь, потом очищать уже, соответственно, прошлые жизни, прошлое прожить. И когда полностью энергия к вам вернется вся, допустим, 15 лет назад, вот то, что случилось там с кем-то, допустим, Вы имеете, может быть, мужчина или женщина, ваш любимый, 15 лет назад вы закончили отношения, когда вы медитируете, вдруг, только вы начинаете вспоминать об этом. То есть ваша энергия еще до сих пор там с ним. До сих пор еще там. Когда вы медитируете, вы начинаете эту энергию собирать обратно. У нас есть карма. Мы даем и берем, даем и берем. Энергия двигается между друг другом. И вы сможете быть только свободным, если вы как бы будете платить за вашу карму. Кто-то дает вам, вы даете обратно. Здесь еще нет свободного, как бы бесплатного. Кто-то сделал для вас хоть что-то, либо маленькое, вы должны будете заплатить за это. Вы не свободны. Вас убадить тогда, когда вы закончите, как бы вот отдадите все. И все вот в этом вот кругу находятся. Большой-большой круг. И никто не может выйти из этого круга. Это не такой бессознательный круг. Вы создаете карму, вы должны платить на нее и так далее. Люди опять будут встречаться с вами, с кем вы общались. Допустим, вы с кем-то закончили отношения. Если, допустим, карма не закончена, опять человек появится в вашей жизни. Допустим, еще несколько раз так может быть. Это значит, что ваша карма с ними не закончилась. Вы должны быть с ними. Вы должны быть с ними. Когда вы будете с ними, допустим, вы будете осознавать, что это вы отдаете кармические какие-то долги. Тогда вы опять становитесь, допустим, входите в это бессознательное состояние, и опять вновь образуете карму. Такой круг и будет продолжаться. Самый лучший правильный путь – это путь медитации, когда вы идете вовнутрь себя, где бы никак не застряла ваша энергия, в вашем бывшем малом человеке или девушке, когда вы сидите, эта энергия начинает возвращаться к вам обратно. И когда с теми, с кем у вас была привязанность, они будут как бы заканчиваться у вас. Будет казаться, как будто бы они умерли. Допустим, как будто ваша бывшая девушка или девушка умирает. Ваш муж уходит, умирает. Ваша мать также. Все умрут. Они действительно физически не умирают, но от энергии умирают. То есть это привязанность. И когда привязанность заканчивается, это будет путь, как очистить карму. Если кто-то будет приходить к вам, оставайтесь в таком ровном положении, ни негативном, ни позитивном. Тогда ваша карма будет очищаться. Когда вы спокойны, тогда все будет происходить более быстрее. Когда вы сидите, когда вы одиноки, в одиночестве, ваша энергия возвращается к вам. Когда ваша энергия поднимается внутри вас, и поднимается, идет в сердце. И все эти вот ваши связи, люди сидят в вашем сердце. Все сидят. Все отношения. Все находятся здесь. И они начинают выходить наружу. И тогда вот это вот место, где находится сердце, оно освобождается, становится с вами пустым, освобождается. И когда ваше пространство внутреннее освобождается, становится пустым, и тогда вот в существование входит, в существование входит в вас. Без этого оно не войдет. Пока вы не закончите все связи, вы хотите это? Пойдем, пойдем, пойдем. Он ждет. Он может ждать тысячи лет, тысячи лет, когда вы будете. от этого. И поэтому, как бы, никто не свободен. Но когда вы свободны, да, свободы от ваших родителей, от любых отношений, тогда действительно любовь происходит. До этого нет той любви, которая говорится. До этого происходит либо что-то негативное, либо что-то позитивное. Когда вы не связываете с ними, связь закончена, твоя энергия исчезла. Что-то, где-то твоя энергия исчезла, вы возвращаетесь, тогда вы становитесь один. Тогда вы становитесь холидинальным. То есть первое, что нужно, чтобы в уме, допустим, вот вы слово в уме, ум это как бы сто частей, одна часть с семьей, одна часть с друзьями, и так далее. Когда вы медитируете, постепенно это уменьшается. Со ста, там, частины 50, и так далее. Вниз, вниз, вниз. То, как бы, то, как бы, то, как бы, в единстве. Вы становитесь одним, и тогда вы получаете, как бы, чувствуете свой голос реальный, смотрите вовнутрь, чувствуете что-то. мужики, что-то, что-то, родители, что-то, Если вы входите внутрь себя, у вас еще есть связи, то вдруг вы чувствуете голос жены, или голос детей, что-нибудь. Вы забыли вообще, каков ваш внутренний голос? Какова ваша природа? Потому что внутри вас очень много людей. Никто вообще не сделал эту карму для вас. Был мастер Кабир, он говорил, когда у вас есть удовольствие, или вы чувствуете удовольствие, любое удовольствие, которое вы испытываете, испытываете, когда это удовольствие приходит в вас, и входит в вас, он говорил, будьте живите с удовольствием, как я говорил два дня назад, если вы помните себя, когда вы счастливы, в тот период времени, когда вы счастливы, когда вы как бы благословлены, когда вы дух войны, и помните себя, благодарны существованию, тогда никакой бессознательности не будет у вас. Значит, 24 часа помните себя. Когда вы в печали, вы, конечно, вспоминаете, да? Когда кто-либо в страдании, депрессии, тогда они начинают выпрошать о Боге. Где существование, где Бога, в удовольствии такого не испытывают. Когда вы в вашем удовольствии будете осознанны, будете помнить существование Бога, существование, тогда это никогда не закончится, ничего бессознательного не войдет в вас. Будет только осознанность, осознанность, осознанность. Вы будете со многими людьми, у вас будет много вокруг вас, но никто не войдет в вас. Потому что ваша аура будет полная, и никто не сможет войти в нее. Она как бы закончена, да? Как бы аура вас будет защищать. Потому что внутри этой ауры будет течь энергия, и никто не войдет туда. А в одном и другом случае связь будет продолжаться. Все те же драмы, те же люди, те же отношения. Вам опять нужно будет платить. Расплачиваться с вашими. Если вы находитесь в внутреннем путешествии, если вы искатель, тогда это будет все быстрее. Будет быстро, возможно, закончить какое-то, что вы хотите именно закончить. Любовь происходит тогда, когда есть действительно свобода, нет никаких условий, только любовь. Люди будут встречаться с вами вновь и вновь. Если вы не хотите быть с этими людьми, больше будьте внутри себя, и постепенно эти люди отойдут от вас, и вы очиститесь. только такой путь. Если вы не медитируете, не становитесь осознанными, в этом случае с кем у вас есть карма, это будет постоянно встречаться с вами. Если в этой жизни вы не очистили связи с ними, в следующей жизни это будет. Сейчас с кем вы встречаетесь, естественно, вы были с ними связаны в прошлых жизнях. Правильно будет это быть с людьми, но быть полностью осознанным. Правильно будет это быть с людьми, но быть полностью осознанным. Тогда, соответственно, кого бы вы не встретили, со всеми у вас будет все ок. в другом случае будет продолжать встречаться, встречаться друг с другом. Те же драмы, те же борьбы. Даже ненависть. Негатив, позитив будет происходить с ними. Академия. Это будет с людьми. Академия.